Привет, меня зовут Джон. Я капитан команды по лакроссу в Санкт-Петербурге White Knights. И сегодня он хочет, чтобы я рассказывал про лакросс, что такое лакросс. Ну, вообще-то, это очень жёсткий спорт, как... Ты в бар идёшь? Что? В бар идёшь. Давай там расскажешь. Шлем надевай сейчас просто. Хорошо. Почему? И это... Лови. Всё. Всё. И сейчас я покажу вам некоторые фрагменты с тренировки. Поначалу была разминка, затем упражнения на приём и передачу мяча. В общем-то, получалось у меня довольно-таки неплохо. Прямо? Кидай ему! А кидать лучше в бок немного или прям в голову, в центр? Прям? Ну, где... А, ну, понятно. В плечо где-то так. Да. Вот Джонатан показал мне, как правильно... Окей. ...принимать и кидать мяч. Во! Вообще, в лакросс играют на зелёной траве. И на большом поле. Размером с футбольное поле. Вот я встал в центр, где нужно было кидать с разных рук. И, в общем-то, признаюсь честно, с левой руки принимать и бросать мяч намного сложнее, чем с правой. Вот, Джонатан показывает некоторые фишки. Приём мяча снизу. Да, вообще как можно. Да. Кстати, я хотел снимать и с большой камеры, но... Со мной пришла журналистка из Ирана неожиданно. И её не пустили с большой камерой. Поэтому я снимал только на GoPro. И вот, немного тактики. А где место? Окей. Где свободное место? Это здесь. Да? Так что, другой нападающий ему слили сюда. Да? Потом сделать передачу. Просто... Вообще-то, ребята, проиграем. Думаем. Да? Где он? Окей. Хе-хе-хе-хе-хе. Окей. 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 И вот далее я надел камеру на Джонатана. Ага. Хорошо. Окей. 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 Let's go! Это мой первый раз с GoPro. Вот Джонатан сказал, что он первый раз снимает с GoPro. И они начали играть два на два на одни ворота. Как я понял. А, нападающий, нападающий. Тактическая игра. Сейчас, сейчас. Обычно, обычно, да. Когда защищает нас, человек, с длинным стыком, мы не хотим додж. Мы не хотим додж. Это намного труднее. Мы хотим додж против человека, у которого есть. Да. Окей. Так что, с этой стратегией, пожалуйста, ну, разбирайся. Окей. Хорошо. 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 Окей. Доджер. Человек, который делает додж в лакросс. Обычно он не забит. Да? Он делает, чтобы передача есть. Окей. Довольно динамичная игра. Нужно много бегать. Похоже, что-то на волейбол или баскетбол. Только с палками. С тиками. И да, кстати, я боялся получить палецунь. Небольшой страх у меня был. И вот, как видите, не зря. Это я уже на себя наделал GoPro, кстати. Вот. Мне немного не доверяли. Не давали пас. Но, тем не менее, я забил красивый гол. Вот. Ну, пас не доверяют всегда новичкам. Я мяч так еле принимал. Это нормально. И вот тот самый гол. И вот та самая иранка, которой не удалось взять интервью и поснимать в зале, она брала интервью у всех игроков. В баре. Когда с такой штукой ходишь на улицу, люди оборачиваются. Не знаю их мысли. Ну, если бы я увидел, я бы подумал, что-то типа бабочек ловить, но сетка... Не, ну, люди идут дальше. Они думают, что это... В принципе, когда они рыбу... Аааа... То есть, в самом деле, слишком можно ловить рыбу, да? Да, да, да. Да. Мне даже три ответа на вопрос, что это такое. Ты ловишь бабочек, либо ловишь рыбу, либо это... Что? Ловишь бабочку... Видишь? Видишь, да. А что это? Видишь? Гарри Поттер. Питаешь... Аааа... Да, да, да. Вот иранка опять берет интервью. Она учится здесь в России, ведет журнал в университете. И это все, что они знают. Прямо выглядит как принцесса Персии. И такой... Картинки. И вот такие странные картинки были в этом баре. Смотрим этот лакрос. Вот Джонатан скачал на флешку полуфинальную игру между колледжами. Смотрите на камеру. Смотрите на камеру. Смотрите на камеру. Да, короче, сейчас Джонатан расскажет базовые правила лакроссов. Ааа, базовые... Сколько минут? Идет матч. Сколько минут? Час. Час. А игра раздевается в кварталы. Наша команда. Да, наша команда. Ага. Ага. Окей. Это 15 минут для кварталов. И всего есть 4 кварталов. То есть час. По поводу правила есть много. Но самое главное, нельзя бить друг друга стиком, если не стик падает на руки. Окей? Так что можно бить, но со смыслом, со смыслом. А если ты ударил штрафной какой-то... Штрафной это шлем, всегда шлем. Если ударил шлем, штрафной. А в чем заключается штрафной? Просто удар типа с точки? Да, да. А удаление есть? Ну... Зависит... Ну... Ну, есть. Ну, есть. 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 В каких штатах более популярен? На севере, на юге? На восточном. Восточном берегу, вообще-то. Да, это сердце лакросса в Америке. Ну, очень-очень быстро растает. На востоке, на всем побережье, да? Вообще-то, да. Кроме Флориде. Вау. Кроме штата Флорида. Ну, на самом деле, там очень хорошая команда популярен. Ну, вообще... А еще популярен где-то спорт этот, кроме Америки, в Европе? В Англии. В Англии. Это не так популярен, как и в Америке. Ну, достаточно популярен. А где борная Англия, они очень хороши. Они чемпионы мира? Не, они чемпионы Европы. И как раз летом, наверное, получается, что я сам буду играть против них. За сборную России. За сборную России. А в сборной России сколько иностранцев? Четыре. Все, да. Потому что власти Европы по лакроссу, они нам дали четыре паспорта. Да. Потому что лакросс все еще развивает в России. А в других странах, то есть только, допустим, в Англии только англичане могут взять сборную? Да. Потому что они очень хорошо играют. Ага. А вообще этот спорт где придумали? В Америке? В Америке. Идейцы, да. А, идейцы. Да. Так что есть очень старый вариант лакросса. Они играли... Мои дети играли в огромном поле. В огромном поле. Потому что я не знаю на сколько. Очень большое. А сколько на сколько? Сколько на сколько? Играют сейчас. А сейчас? Да. Десять на десять. Включаются вратарки. Ага. То есть три наблюдающих, три полузащитника, полузащитника и три защитника. Ну это обычная схема. Может быть по-разному. Да. А еще последний вопрос, который может заинтересовать вас. Сколько получают звезды лакросса в Америке? Сколько? Ну как баскетболисты в НБА? Не, не, не. На самом деле немного. Ну, профессиональные игроки по лакроссу в Америке, и так очень хорошо зарабатывают деньги. Понятно. Да. Так что это... Ну самое главное по лакроссу это в университетах. Ну вот так. НСАА. Да. По колледжам. 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 Немного зарабатывают. Ну понятно. Ну нормально, короче. Но не как баскетболисты в НБА. Точно не как баскетболисты в НБА. И последний вопрос. Последний, короче, скажи... А, пригласи тренироваться. Invite people to try to play lacrosse. Ну если пригласи. Да, да. А, пригласи. По-русски, да? Да. Ну давайте ребята попробовать себя в лакросс. Это очень крутой спорт. Ааа... Ну и все. Ну все. Смотри канал Сереги.